Это не стилсириес Кана, не кинзу и даже не сенсей. Это Тесора Шарур. И хоть с виду она очень похожа на мыши стилсириес, кое в чем она даже круче, чем они. Это не стилсириес Кана, не кинзу и даже не сенсей. Эта мышь копия Каны. Не только формой, но и размерами. Отличия в паре миллиметров, и они практически не чувствуются. Она комфортно лежит в руке, и мне удобно держать ее хватом пальцы и ладонь. Коготь не так заходит, может просто потому, что я когтем мышки вообще не держу. Поверхность мышки soft-touch пластик, и он дает хорошее сцепление с ладонью, даже когда каточка выдалась потной. Однако отпечатки остаются сразу, и их очень трудно убрать. Сбоку офигительные резинки. Они настолько крутые, что пальцы с них вообще не соскальзывают. И в совокупности с материалом поверхности получается очень цепкая мышка, специально для тех, кто страдает от плохого покрытия. Главное, чтобы это покрытие не облезло через месяц. Если у вас есть такая мышь, и она у вас уже довольно давно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как обстоят дела с покрытием. Не облезло ли, потому что это очень важно. А лучше фотку пришлите. Основные кнопки на 10 миллионов нажатий, и, конечно же, с переключателями Amron. Хороший клик, и с ней очень хорошо играть в разные игры. Хоть она и позиционируется якобы как для шутеров, изи играется в доту. Боковые кнопки у этой мышки точно такие же, как у SteelSeries Scana, то есть по одной большой кнопке с каждой стороны. Нажимаются они легко, но удобнее всего их нажимать, когда мышку держишь всей ладонью. Колесико не болтается, прорезиненное и выступает на достаточно хорошую высоту. Нажатие мне понравилось, а вот не понравилось то, что отсечки не очень хорошо выражены, и иногда оно сильно шумит. Сенсор начального уровня Avaga 3050. В принципе, в некоторых мышках он нормы. Я всегда говорю, что в мышах за 25 долларов нечего ждать топовых датчиков. Однако тут проблема в том, что высота отрыва от поверхности слишком высокая, и ее нельзя регулировать. Поэтому что делаем? Правильно лечим это, закрыв половину сенсора непрозрачным скотчем. Провод в оплетке – это хорошо, только он получился слишком уж тяжелым, и частенько тащит мышку вниз. А вот защита от перегиба мне понравилась, она не дает проводу слишком жестко скользить по ковру. Это важно. Ножек две, и на них мышка достаточно неплохо скользит как по тряпке, так и по пластику. Однако сами ножки слишком тонкие, поэтому лучше всего езать тряпку, чтобы ножки не стерлись очень быстро. Подсветка может быть любого цвета, и можно выбрать эффект радуга, цвета тессора, или вообще ее выключить. Можно выбрать эффект дыхания или ровное свечение. Подсветка настраивается в софте. Кроме нее тут можно записать макрос, назначить его или другое действие на любую кнопку, выставить DPI, акселерацию, частоту опроса USB порта, скорость скролла, двойного клика и все в таком духе. Мышь запоминает ваши настройки, и потом дрова в принципе даже и не нужны. Если вы ищете недорогую мышь для шутеров, то тессора шарур будет в самый раз. Даже будет выигрывать у других мышей за эти деньги, качеством сборки, материалов и конечно же формой. Плюс здесь хорошие кнопки и крутая подсветка. А вообще ее можно купить еще дешевле, просто юзайте промокоды, которые будут в описании к этому видео. Заходите по ссылке, она тоже есть в описании, и эта мышка станет еще дешевле, чем она есть. Также подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео. GG, guys!